В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте, с вами Олеся Харлина. Сегодня полностью отойдем от привычного формата. Скажу честно, телеочерки – не самая благодатная тема для рязанских журналистов, достаточно трудно ограниченным во времени и ресурсах всего за 2-3 часа узнать человека, да еще и правильно передать свои ощущения. И, пожалуй, впервые на практике лично мы столкнулись с другой проблемой. Собеседник оказался настолько ценным и интересным, с позволения сказать экземплярам, что мы не стали жалеть эфира и посвятили ему целую программу. Ровно год назад прокуратура Октябрьского района пережила реформы местных масштабов. Сотрудникам напомнили их обязанности и даже пересадили с кабинета в кабинет, чтобы в новой рабочей обстановке не вспоминали о старых проволочках. Так, жестко и энергично, новое руководство в лице Анатолия Лушина приступило к своим обязанностям. Слухи, я думаю, обо мне ходили как о очень жестком таком руководителе. Жесткий. И все боятся, что жесткий придет и будет. Но в конечном итоге я убедился, моя жесткость на первоначальном этапе, она дает, конечно, результаты. Каждый из 16 оперативных работников лично отчитался о результатах и получил четкие указания. Тому, кто привык к разовым победам, с ним не по пути. И еще немаловажный фактор – это системность этой работы. Прямой взгляд, безупречная осанка – все это еще из его прошлой, отнюдь неприземленной жизни. Несколько лет Анатолий Алексеевич посвятил летному делу. Он и сегодня готов хоть целый день рассказывать о своих железных ласточках. Я с отличием закончил летное училище. Я был один из первых командиров кораблей Украинского управления гражданской авиации. Я был один из первых пилотов-инструкторов, который вводил в строй молодежь уже, хотя сам еще был молодой, там, 26-27 лет. Был на должностях заместителя командира эскадрильи. Мне складывалась отлетная карьера очень так хорошо. Если бы, конечно, не распад Советского Союза, может быть, я не был в прокуратуре. Вот эта фотография – это перегоняли самолеты с Англии в Москву. И они на дозаправку сели в аэропорту ровно. И я вот в ровно, вот на фоне этих, мы их и пошли, пощупали, потрогали, полоскали эти самолеты, дай Бог, чтобы они добрались благополучно до Москвы. А до Москвы еще было практически по тысячу километров. А вот друзья, сами того не подозревая, попали в точку, заранее присудив ему негласное прозвище прокурора за честность. Никогда не позволял бывшим армейцам без причины командовать молодежью. Может, это врожденное чувство справедливости и сподвигло его, только спустившись на землю, сразу окунуться в гущу человеческих ошибок. Это мой был осознанный выбор такой профессии. Я уже в профессию пришел в зрелом возрасте, в 35 лет в прокуратуру пришел. Уже осознавал, что выбираю другую профессию. Прокуратура Путятинского района, Шацкого, Шиловского – каждый из них он отдал годы упорного труда. А тем, кто пытался договориться, в 90-е годы это считалось в порядке вещей, сразу указывал на дверь. И ни разу о своей принципиальности не пожалел. Я всегда говорил, если ваш путь преступный какой-то, или вы хотите с точки зрения мошеннических каких-то действий нажиться, или скопить себе капитал, значит, вы стоите на противоположной стороне этой баррикады. Вы, говорю, совершаете, я расследую, устанавливаю и направляю дело в суд, а суд уже принимает по вам решение. Вот такие у меня всегда принципиальные позиции были. Наверное, это поверхностное ощущение, что все уголовные дела похожи одно на другое. И с годами притупляются чувство брезгливости и самоотношение к преступникам. Лишний раз просто не лезешь в закрома памяти. Где за червонец калечат, за бутылку водки придают, где внуки убивают стариков. Есть в Путятинском районе деревня Петина. И вот там был обнаружен труп 76-летней бабушки в своем доме. И я первый выехал на этот труп, конечно, с органами полиции, а тогда еще милиции, провел все неотложные следственные действия. И установить преступников не удалось нам по горячим следам. Это дело запомнилось ему навсегда. На теле старушки было множество колото-резаных ран. Рядом с деревней проходила автотрасса. И все указывало на то, что преступление совершил кто-то из заезжих. Но в день очередного опроса соседей местная жительница тайно передала Анатолию Лушину записку со словами «Я знаю, кто это сделал». На скамье подсудимых оказались трое несовершеннолетних. Тогда появились первые видео. И они посмотрели, оказывается, в соседнем доме в 12 часов ночи, смотрели видео, и им запомнилась фраза такая. «Я демон, вышедший из-за тьмы». Вот эта фраза запомнилась им. И они говорят, так, как бы на ком эту фразу можно было бы напугать этой фразой. И говорят, вот давайте бабушка вот здесь живет напротив. И они к ней постучали в окно, затем в дверь. Она, зная их, что это, открыла им эту дверь. И они, «Я демон, вышедший из-за тьмы», старший там из них сказал. И бабушка, да какой демон там, ой-ой-ой ночью. Они навалились на нее, и подушкой ее задушили. И смерть наступила тогда от асфиксии. А потом, в течение уже двух дней, они ходили туда, искали деньги, которые она получила накануне пенсии, забрали эти деньги. И уже потом они пробовали даже, как они рассказывали, тыкали ножом в живот ей. Проверяли, жива она или нет спустя два дня. Подобных историй скопилось немало. И главное в работе прокурора как раз не поддаваться эмоциям. И здраво и правильно разложить обстоятельства на чаши весов правосудия. Я не то, что часть работы домой несу, я 24 часа в работе. Я постоянно, вот, у меня всегда там жена, дети, что-то иногда отвлекают там от чего-то. И говорят, о чем думаешь, о чем всегда думаешь. Я говорю, подождите, у меня есть о чем задуматься. Многие не понимают до сих пор, почему один из лучших прокуроров, имея уйму наград, увлечений и друзей, занимающих солидные, надо сказать, посты, до сих пор предпочитает Рязанскую глубинку. Конечно, предлагали, но человека красит не место. Эти старые истины еще от родителей. Отец и мама, ну, как сейчас говорят в семьях, у нас души не чаяли. Конечно, за какие-то провинности нас ругали, за то, что залезем в сад там, к соседям. Бывали такие случаи, залезем в сад. А в основном доброжелательная семья была. Мама вообще всегда боготворила, потому что вроде жила с тремя мужчинами, и ей казалось, что она защищена на века там. Ну, и на самом деле так было. Самые здоровые игры, самые вкусные гостинцы, самый свежий воздух. Современному поколению такого счастья и не понять. Оттого и воспоминания, будто вчера. Самому даже интересно. Честно себе, себя не очень такого помню. Хотя очень хорошо в то же время и помню некоторые события. Это наш старенький дом в село Путятино, где жил я с папой, с мамой, бабушкой. К сожалению, дедушка у меня по линии папы погиб в 1942 году. Служил в 8-й воздушной армии и погиб под Будапештом. Второй дедушка по линии мамы погиб в деревне Звонко. В Ленинградской области. Помню, как купили мне трехколесный велосипед в таком возрасте. И первое, что я заехал, это в грязь. И слетели цепи, поломались все. Когда я привез этот дорогий велосипед домой, отец говорит, ну, я понял. Понял, говорят, тебе. Ты зачем туда заехал? Я говорю, вот интересно было, выйдет он из грязи или нет. Ну, вот это такое воспоминание. Конечно, самые теплые воспоминания о моей бабушке, которая нам с братом всегда пекла блины, когда мы придем из школы. Очень было теплое время. Теплое, хорошее, радостное время. Не по годам серьезный мальчик когда-то все село провожал на работу в колхоз и встречал вечером. Бабушка так хорошо обучила всем молитвам, что невольно проснулся еще один талант. Он мог до вечера декламировать писание или обычные школьные стихи. Шел бой за улицу, огонь врага был страшен. Мы пробирались к площади вперед, а враг гвоздит, не выглянут из башены. Кто его поймет, откуда бьет? С таким и в разведку не страшно. Это тоже редкость в наше время, когда спустя 20-30 лет люди собираются по всей стране, оставляют свои высокие посты и едут в гости к однокашникам или армейским товарищам, чтобы просто вспомнить, как все начиналось. Вот этот сейчас человек, заслуженный пилот Российской Федерации, работает в Москве, заместитель генерального директора Газпромавиа в полетной работе находится. Вот этот сейчас командир Боинга 767-го летает в Краснодаре, вот они собираются. К сожалению, вот этих двух уже нет в живых. Он до сих пор в деталях помнит два дня своей жизни, когда его почему-то никак не забирали из железнодорожного военкомата. В то время от армии не прятались, туда стремились. Может быть, в армии все и случилось с моей дисциплинированностью так. Я полюбил дисциплину, полюбил порядок, и думаю, вот в таком порядке надо прожить мне всю жизнь. Однажды эта нерушимая установка помогла спасти несколько жизней. На тот момент он не больше года отлетал в качестве командира самолета. Экипаж шел в сторону тогдашней Чехословакии. Стояла осень, небо затянули облака. И вдруг на высоте 3000 метров отказал один из двигателей. Я помню, в кабине очень много загорелось лампочек, начала работать звуковая, там световая сигнализация. Конечно, наши действия, действия экипажа, мы их знали на зубок. Я до сих пор могу сказать, что надо сделать. РУФ, флюгер, РУФ – это рычаг управления винтом. Флюгер, РУФ, малый газ, стоп-краны, то есть подачу топлива закрыть и выключить все питание работающего двигателя, чтобы не допустить пожара. Человек, который знает, что и для чего он делает. Без лишней суеты и фанатичного самодурства. Не напускная строгость, а четкое понимание цели и уверенный шаг ей навстречу. Он и профессию выбирал, исходя из своих возможностей, как выражается он сам. Чтобы не просиживать в кабинетах за широкой дверью, а действовать. И быть неплохим примером, в первую очередь, для себя. А остальные захотят подтянутся. Я люблю очень лыжи, я люблю очень футбол. Я люблю в элли-пол, но сейчас пристрастился к хоккее. Бывает такое какое-то упадническое настроение. Посидишь вот здесь в прокуратуре за документами, поработаешь вот здесь, сидящая такая работа. Придешь в спортзал, буквально за 20 минут становишься совсем другим человеком. Сердце по-другому работает, кровообращение по-другому работает. Мысли уже собираются как-то в кучу, уже становишься до такой степени активным. Я думаю, каждому человеку вот это помогает. Дважды в неделю прокурорская форма на время уступает конькам и клюшке. Точные передачи правого нападающего Анатолия Лушина нередко способствуют командным победам. Опять же и коллег мобилизует. В его собственном арсенале не с честь первых разрядов. Всегда равнялся на лучших. Даже на семиструнной гитаре учился играть у настоящего цыгана. Он и сегодня не останавливается на достигнутом. Прокурор со стажем, первоклассный пилот, налетавший около 7 тысяч часов, решил, что ему непременно нужны новые ощущения. И пошел прыгать с тарзанки. Впечатлений хватило всем. В первую очередь супруге, а затем и инструктору, который с удивлением узнал, что участник-то далеко не мальчик. Вот это хобби у меня. Я приезжаю в аэропорт, посмотрю на самолете. Удается мне и подняться в небо, и попилотировать некоторые самолеты. Конечно, это малая такая авиация, но все равно это помогает поднять мне настроение. А что за самолеты, скажите? Вот здесь это самолет Л-410 УВП. Это укороченный взлет и посадки самолет. Эти самолеты поступили впервые на Рязанщину в 1981 году. На таком самолете я впервые, будучи курсантом летного училища, вылетал самостоятельно. Его главный аэропорт, конечно, семья, где всегда горят посадочные огни и, вопреки налетающим облакам, не дают сбиться с правильного курса. Из сегодняшнего семейного счастья, я вспоминаю слова Анарада Бальзака, «Женский ум – это скромность и теплота». И у меня на сегодняшний день как раз в семье вот это. Жена эта очень скромна и очень тепла. В семье поддерживает его и уют. И я, где бы я ни находился, я знаю, что когда я прихожу в дом или приезжаю, когда дом, меня встречает, ну, все то теплое, что может только окружать человека. Старшая дочка сегодня живет в Турции, знает около восьми языков. Младшая – школьница. И, наверное, острее других чувствует папины прокурорские возможности, когда он с пристрастием изучает электронный дневник. Нет, от меня не скроешься. Я действительно знаю коды и смотрю дневники. И когда она получит тройку, я всегда уже начинаю звонить. Что, уже узнал? Я говорю, да, уже узнал. Вот так у нас это в семье. А вообще доброжелательное все, очень. Доброжелательность – это, наверное, то самое ощущение, которое и мы увезли со съемок. Впервые задаваясь вопросом, хватит ли рамок программы. Человек с таким кругозором априори не может мыслить узко. Это, к слову, о тех, кто все еще сомневается в справедливости его строгих и подчас кардинальных решений. Редактор субтитров А.Семкин